Здравствуйте, друзья! Я вас приветствую на канале OpenWeb. И да, в этом видео вы не видите моего лица. Потому что моя девушка решила утащить флешку из моей карты. А где надо делать? Подписчики ждут. Поэтому за место моего лица вы будете лицезреть случайно выбранные кадры из интерната. Идём к сути разговора. Почему я лично считаю, почему не стоит стремиться сделать что-то идеально. Идеальный проект, идеальную библиотеку, идеальный фрейм, идеальную табуретку. Всё потому, что в нашей жизни не существует идеальных вещей. Как понять то, что некий предмет не идеален. Это даже может быть не сфера IT, а даже бытовая. Вы можете взять любой предмет и подумать, а могу ли я, или может кто-то, либо его улучшить. Если его можно как-то улучшить, значит он не идеален. Потому что идеальный предмет в улучшении уже не нуждается. Причина многих новичков в том, что они пытаются что-то сделать идеально. Вот этот перфекционизм, это конечно очень хорошая черта характера. Но с точки зрения проектирования, программирования, она играет злую сутку. Вы будете пилить свой проект. Пилить, пилить, переделать. Ещё что-то доделать. Переделать, доделать, переделать, доделать, доделать. Пилить, пилить. И так вы не дойдёте никогда до завершённой цели. А многие идеи, они даже решены с всякого смысла. По причине то, что в нашей голове находится миллион оправданий, почему эта идея офигенная, она фантастическая, она точно взорвёт. Но к сожалению, это только в нашей голове. Зачастую выкатывая какой-то проект в мир, он рушится, он никому не нужен. Просто по статистике, из 30 проектов, 29, они как бы были идеальны на бумаге, но безжизненные в нашем злом мире. Они были никому не нужны. Я очень много проектов просто похоронил, хотя на бумаге они были, но просто что-то новое, совершенное. А в реальной жизни оказалось просто ненужным куском кода. Поэтому, когда у вас появляется какая-то новая идея, попробуйте сделать её очень быстро, запилить на говне и палках, на миллионах костылей и выкатить, посмотреть, будет ли она работать. Можно сейчас перечислять множество удачных проектов, мировых проектов, которые были изначально запилены просто на коленки. Например, язык программированный PHP. Изначально он был просто перскриптами, набор перскриптов. YouTube. Изначально это тоже было набором скриптов. Ни больше, ни меньше. Легендарная соцсеть Facebook была написана за несколько дней Цукербергом. Посмотрите фильм про вот эту соцсеть, как он её пилил. Она была просто напилена под пивасиком за компьютером и выключена. Она не была идеальна. Да и сейчас она тоже не идеальна. Это соцсеть с миллиардами людей, но с миллиардами глюков, вы сами видите. Но она не идеальна и поэтому он может сейчас её выкатывать. Он может её пилить бесконечно долго, улучшать. Но она никогда не будет идеальна. Но она всегда будет набирать аудиторию, потому что он её вовремя выкатил. Да, он выкатил очень несвежий, очень недоработанный продукт, но он это сразу сделал. Поэтому все идеи надо сразу тестировать, а не пытаться годами что-то либо пилить в них. Я надеюсь, эта информация была полезна для вас. Как всегда, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и всем чистого кода. Спасибо.